Итак, всем привет, с вами Дубгейм, мы продолжаем играть за Солнечную Империю от Эквестрии. Собственно говоря, в прошлой серии мы провели Гражданскую Войну, победили Лунную Империю, и в этой серии мы будем восстанавливаться после нее. Собственно говоря, сейчас мы как раз исследуем фокус конец Гражданской Войны, что уберет нас от неплохо дебов, а затем возьмем фокус на Аннексию, и по-моему он еще даст нам решение на то, чтобы восстановить все вот эти территории, которые из нас выпали. Позже, скорее всего, мы нападем на Сталинград, вернем наши территории там, и Кристальную Империю также нужно будет вернуть под наше командование. Кроме того, в нашей стране зарождается гармоническое сопротивление, вот и решение как раз-таки, чтобы с ним сражаться, но для этого нужно поисследовать фокусы. Собственно говоря, этим мы и займемся в этой серии. Вот расширение сопротивления, дебафы все будут увеличиваться и увеличиваться. У нас здесь генералы покидают штаб, ничего, мы их и не использовали, как и здесь мы их тоже не использовали. Собственно говоря, между делом я тут взял себе концерн танков и концерт пехотного снаряжения, потому что именно его мы сейчас исследуем, и танки мы тоже исследуем. Получили мы от войны с Лунной Империей баф на исследование, в этом моде так работает, что вы побеждаете страну, получается баф к исследованию технологии, которая была у этой страны, и мы закончим как раз исследование танков. Уже сельской местности мы, конечно же, поможем. Вот, ну и идем мы потихоньку по фокусам дальше. Происходит у нас пограничный конфликт с конфедерацией Южных Штатов, который мы без проблем выигрываем, потому что у нас здесь были войска. Интересно, это у них фокус или решение? Я ни разу не играл за вот эти выделяемые страны, возможно, когда-нибудь мы попробуем это тоже. Закончили мы фокус объединить Эквестрию, переходим к богине Императрицы, будем идти до Инквизицы, здесь мы сможем с сопротивлением начать бороться, затем, я думаю, пойдем к ячейке исследований, и мы, наконец-таки, начнем заниматься тем, чем я, в принципе, и хотел заниматься, восстановлением наших территорий. Начнем с Ванхувера. Собственно говоря, проблем особо не должно быть, они вряд ли успели какие-то армии сделать, так что мы методично одну за другой стороны должны уничтожать. Произошло событие, которое я сразу не заметил, Ванхувер вступил в союз со Сталинградом, а это значит, что нам срочно нужно перетягивать войска на восток. Именно этим мы сейчас и займемся. С подходом подкреплений, конечно, все стало попроще. Подготовили мы также разведывательное агентство, потихоньку начинаем его улучшать. У Сталинграда просто, я так понимаю, не хватает еще дивизии, они не успели отстроить себе промышленность и точно так же не успели отстроить с военных заводов себе армию. Им просто не хватило текущей армии удержать захваченные территории. А вот некоторое описание нашей новой императрицы, что наша императрица и есть солнце. Собственно говоря, достаточно приятный текст. А Сталинград тем временем падает. Падает. Мы уже вот-вот должны взять столицу. Я думаю, там тоже должен быть приятный текст о взятии города. Ну-ка. Так и есть. Сталинград капитулирует. И вот оно падение Сталинграда. Я решу, что мы полностью аннексируем Сталинград. Если в будущем нам понадобится, то мы сможем его просто выделить. Хотя я предполагаю, что не понадобится. Наши войска на новую композицию. Мы начинаем новую атаку. Они выставили тренер убеж, но это зря. Они просто потеряли на этом своих людей. И без каких-либо проблем мы возвращаем и эти так же территории. Здесь начинается пограничный конфликт, но это вы, конечно, прикольно придумали. Жаль, что вы его проиграете. Я думаю, сразу мы будем подводить войска к конфедерации. Итак, все наши войска на позициях. А значит, мы присоединяем себе еще один пёздок наших бывших территорий. Оказывается, на северен у нас напали чейнджинги. А я этого просто не заметил. Мы срочно перебрасываем на север войска. Так, мы смогли кое-как закрепить фронт, но, конечно, очень жидко. На самом деле, это супер ранний тайминг для атаки. Или, по крайней мере, мне так кажется. Но они атаковали действительно очень быстро. По моему прошлому опыту, я обычно успевал сделать побольше вещей. Но в целом, я думаю, мы в порядке. Из-за того, что они напали рано, у них не должно быть как таковой сильной армии. У них все еще армия больше, чем у нас. Но от обороны, я думаю, мы сможем справиться. Тем более, что факт и ресурсы-то у нас есть. И сейчас я обучаю дополнительной армии. Собственно говоря, как только смогу их развернуть, я их разверну. Могли мы, наконец, капитулировать конфедерацию. А значит, что мы сейчас освободили наши армии, для того, чтобы помочь на севере. С прибывшими подкреплениями ситуацию на фронте удалось стабилизировать. И, в принципе, мы в один момент сможем контр-атаковать. Я немножко улучшил наши дивизии. Довел их до 20 ширины фронта. Это у нас привело к нулю пони ресурсов. Но это в порядке вещей. Потому что, в первую очередь, они пошли на текущую армию. И у нас минус только из-за того, что мы готовим целые две армии в обучении. Собственность на фронте потихоньку меняется. Мы даже делаем небольшое окружение. И, на самом деле, армия там, видимо, примерно такая же, как и у нас. Плюс-минус. Итак, мы смогли развернуть войска чейнджингов. Практически выбить их из наших территорий. А это значит, что мы можем просто переходить в наступление уже. Правильно? Мы сделали себе имперскую инквизицию. Наконец-то. А это значит, что мы начнем бороться с сопротивлением. Которое, конечно, тоже очень неприятно нам мешает. Фронт все движется на север, а у нас все время подготовилась целая армия. Я решил дождаться, пока вся армия будет готова. Не доставать ее раньше времени. По той простой причине, что дела идут хорошо. Зачем спешить? А теперь они также помогут нам в наступлении. Собственно говоря, неожиданное нападение пошло только нам на руку. И вот, наконец-таки, мы уже берем столицу. Собственно говоря, вот оно. Падение веса липолиса. Гражданские запрещают покидать города. Смотря на все наши усилия, вверх и среди мирного населения избежать не удалось. Что поделаешь? Война, в принципе, уже практически закончена. И на континенте осталось лишь небольшое количество других стран. Мы тем временем тут начинаем бороться с сопротивлением. Тратить политическую власть. У нас сегодня немножко не хватает сейчас уже. А чейнджинги... Вот-вот буквально сдадутся. Какие тут города остались? Сариф стоит, наверное, помочь ему сдаться. И дитрисиум. И я думаю, после этих двух городов они капитулируют. Да, так и есть. Полностью аннексируем чейнджингов. И теперь можно вернуться к нашим бывшим территориям. Смотрев на то, какие усилия потребует борьба с сопротивлением в оленей, я решаю выделить их как независимую страну. Скорее всего, с чейнджингами мы так уже не поступим. Я думаю, мы можем потерпеть. Промышленности там неплохо. А Сталинград в один момент мы сможем по фокусам интегрировать, собственно говоря. Итак, время соединять юг. Объявляем войну сразу всем, чтобы не особо потом с мирами заморачиваться. И всем вставляем третью агрессивность. Без проблем, я думаю, мы сможем вернуть все свои территории. Так, первая страна капитулировала. Идет этот неприятный мир, потому что у нас, в которой мы воеваем, тоже как бы участвуют в разделе этой страны. Но ничего. Из-за того, что мы в войне, я так полагаю, границы нашей контроля не меняются. И без проблем мы капитулируем еще одну страну. Собственно говоря, сейчас будет и третью. Вот и подъехала последняя капитуляция. Мы, собственно говоря, восстановили все наши границы. Остается лишь... Ого! Они стали коммунистами. Кристальные пони. Их тоже можно, в принципе, назвать нашей бывшей провинцией. И на нашем комитете есть еще несколько стран, которые, в принципе, особого сопротивления нам противопоставить не могут. Наши генералы уже очень сильны. Войска закреплены боями. И, собственно говоря, шаплон уже пополнился еще батальонами поддержки. Попозже я улучшу еще наш батальон до 27 ширины фронта. Добавлю сюда артиллерии и противотанковое орудие. Восстановим мы полностью контролем над всем континентом. И затем будем, я думаю, двигаться, возможно, на восток. Ну, а возможно и нет. Посмотрим. Ну, на этом серию пора заканчивать. Так что, с вами был ДБГ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.